урок музыки номер два но выведет теперь из собой заставку урока номер один почему потому что в начале второго урока мы должны вспомнить то о чем мы проходили с вами на первом уроке итак третий класс уроки музыки тема которую будем изучать в этом году музыка моего народа музыка 3 класс содержание нашего урока наших уроков таково что сначала мы изучим с вами музыку моего народа имеется ввиду кыргызского народа а в кыргызстане ребята проживают у нас много национальностей мы познакомимся с кыргызской народной музыкой с культурой русского народа музыкальной культуры с музыкальной культурой татарского народа ойгурского корейского далее мы познакомимся с вами с кыргызской профессиональной музыкой потом изучим музыку народов центральной азии музыку народов мира государственный гимн киргизской Республики, ребята, это тоже музыкальное произведение, торжественное музыкальное произведение, которое звучит на государственных праздниках, на государственных приемах, на мероприятиях государственного масштаба. Вы знаете, что символами любого государства являются гимн, герб и флаг. На предыдущем уроке вы услышали о том, что вы будете путешествовать по музыкальным традициям разных стран. Вы будете узнавать исполнителей, композиторов, культуру разных народов. К чему учат в школе эта песня, которая встречает детей 1 сентября. На прошлом уроке вы познакомились, как передавалась народная музыка, о чем рассказывают народные песни. Вы познакомились с народными песнями. Вы узнали, что песни кыргызского народа исполняются некоторые в стиле речитатива, а некоторые нараспев. И словарная работа вы поняли, что речитатив – это вокальная музыка, близкая к напевной декламации. При речитативном исполнении используются жесты, мимика. Ну, а распевную музыку вы, наверное, песню каждый из вас слышал и сам пел. А сегодня на уроке втором вы узнаете, продолжите изучать народное песенное творчество и познакомитесь с народными песнями. Я вам дам ссылки на YouTube, где вы увидите хороший видео-урок, музыкальный урок. Вы прослушаете такие песни, как Биг-Бикей, Ширлдан, Ширлдан, Оп-Майда. Я вам дам ссылки на эти песни. «Беш-ыргай» – это народная песня. Перед вами слова этой песни. И я вам дам ссылку на эту песню. Вы ее прослушаете и, может быть, даже подпоете. На нашем уроке я хочу вас познакомить с великим певцом кыргызского народа, с Мусой Байетовым. В детстве Муса любил смотреть и слушать, как отец играет и поет на музыкальных инструментах. Мальчику, представляете, было всего лишь пять лет, когда он впервые взял в руки музыкальный инструмент. Мне кажется, что каждый из вас тоже пробовал уже подходить к музыкальному инструменту, что-то играть. А некоторые даже из вас уже учатся в музыкальной школе. Вспомните то чувство, когда подходишь к музыкальному инструменту. И кажется, вот сейчас дотронешься до клавиши или до струны, и вдруг зазвучит какой-то целый оркестр. Но почему-то этого не происходит, ребят. Потому что учиться музыке – это великий труд, это великое дарование. Не каждому это дано. Но если у вас есть такое желание, пожалуйста, записывайтесь, изучайте музыку, учитесь играть на музыкальных инструментах. Так вот, вернемся к Мусе. Было пять лет, когда он первый раз подошел к музыкальному инструменту. И чем взрослее он становился, тем больше его тянуло к Камузу. Впервые услышал пение и игру на Камузе «Мусы», такой известный кыргызский акын, как «Тагалук Малдо». Он сказал, молодец, сынок, прекрасно, певец ты хороший, эту песню надо петь вот так, а припев нужно петь вот так, чтобы он раззвучал красиво. То есть из этого обращения мы с вами понимаем, что учителем Муса Баетова был в свое время «Тагалук Малдо». Муса, ребят, обладал красивым, сильным голосом. Он был артистом оперного театра и исполнял ведущие партии, такие как Ариозе Кульчуро в опере «Айчурек», Арио Сыргака в музыкальном произведении «Манас». Муса Баетов был не только певцом, но и мелодистом. Он сам сочинял песни, и его песни отличались напевностью. У него была своя манера исполнения. Многие песни Мусы Баетова стали шедевром кыргызской народной классической музыки. Например, «Сагынам», «Скучаю», или «Кыздарай», «Девушки», «Бакыт», «Счастье». Туткун Иры, «Песня Озника» и многие другие. Его песни и сейчас, ребят, звучат в авторском исполнении по радио, телевидению. Я тоже вам дам ссылку. Вы можете послушать, как звучал голос Мусы Баетова. Итак, если ты внимательно слушал мой урок, то расскажи о творчестве Мусы Баетова. Ответь на вопрос. Каким голосом обладал Муса Баетов? Перечисли песни Мусы Баетова. Если ты смог ответить на эти три вопроса, ты молодец, ты все внимательно слушал, урок изучен. А если у тебя вызывали вопросы сложности, то прослушай видеоурок еще раз. Ну и я вам расскажу небольшую историю. Один раз в колонном зале Дома Союзов города Москвы, посмотрите этот колонный зал перед вами, шел концерт кыргызской музыки. И на сцене символического оркестра, аккомпанирующий певцу, ждали выхода. Этот оркестр ждал выхода и то, как будет исполнять кыргызский певец. Все были в ожидании, потому что редко, когда на сцене симфонической музыки услышишь песню на кыргызском языке. Так вот, вдруг в зале раздался удивительной красоты голоса, сильный голос. Удивительно звучал голос, колоритный такой. И люди заинтересовались певцом. Конечно же, вы поняли, что на сцене стоял Муса Баетов. Он исполнял песню на стихи Токтагула, песня Узника. Но он не просто был исполнителем этой песни, он еще был автор этой мелодии. То есть он на эти слова, на стихи Токтагула сочинил мелодию. И когда начался антракт, антракт, ребята, это перерыв между двумя концертными программами. Так вот, в антракте звучали такие слова. Это превосходно, какой талант. Мне не довелось встречать певцов с таким большим дыханием. Какой удивительно колоритный голос. Да, покоряющий обаяние от природы у этого народного исполнителя кыргызских песен. Такими впечатлениями обменивались в антракте москвичи, впервые услышав голос Мусы. Да, это интересно. Урок наш подошел к концу. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok